всем привет очень давно хотел воплотить этот проект видимо вот он пришел тот момент в этом видео постараюсь рассказать и показать со всеми нюансами и мелочами то что я сделаю мой новый проект будет габаритным и поэтому нужно место освобождаю подметаю в общем готовлю поляну преимущественно буду делать из фанеры 12 миллиметров лист ложу на среднюю часть верстака чтобы можно было подойти со всех сторон данное изделие требует очень точных расчетов и размеров погрешность может составлять 1 миллиметр на 1 метр это лучше этого избежать отталкиваться буду от заводского угла отмеряем от этого угла 80 и 100 сантиметров по большому угольнику приложив к заводскому резу вычерчиваю намеченное закрепив доску как направляющую отпиливаю кусок который мне нужен стараюсь не ошибиться ни на 1 миллиметр с одной частью справился идеально ее сторонку на улице выбираю брусок 5 на 5 по крайней мере было так заявлено продавцом бруска но по факту там есть и 5 и 2 и 4 и 4 короче как всегда принес мастерскую и разметил на отрезки по 700 и по 900 миллиметров отметил с запасом на пару сантиметров чтобы торцевой пилой нарезать точно в миллиметр все отрезки запиливаю под 45 угол поработав 10 минут получая вот такие неровные по толщине бруски толщина в данный момент не играет роли поэтому оставил так из всех напильных брусков делаю две рамки 900 на 700 скрепляю с помощью саморезов 90 длины засверливая заранее под углом чтобы исключить трещины при стягивании небольшой лайфхак которым я пользуюсь для того чтобы стянуть угол из сорок пятых углов и при этом ничего не съехало я с помощью струбцины и небольшого бруска прижимаю угол к верстаку и уже потом с ним можно делать что угодно две рамки готовы дальше продолжаю работать с помощью еще четырех ровно отрезанных брусков скрепляю две рамки в идеальный ровный куб первый раз своей жизни ломая сверло по металлу об деревяшку сломал и сломал не обращая внимания взял другое уже по дереву и продолжаю работать спустя пару часов у меня получился такой кубик дальше вход пошел остаток по избе листа этим материалом будет обшита одна сторона для того чтобы куб получился ровным предварительно притягиваю нижнюю часть к полу для того чтобы когда прикручу у sb и открутив каркас от пола состояние этого каркаса хотя бы по одной оси осталось ровно выпилив кусок у sb по размеру прикручиваю его саморезами сороковой длины и шагом в 10-15 сантиметров из остатка фанеры нужно напилить 4 отрезка 200 на 900 миллиметров размечаю по максимуму ровно хотя в данный момент особо роли не играет по периметру с противоположной стороны этими обрезками надо обшить мой куб крепить все буду на евро винты во первых надежность во вторых красота ну и в третьих у меня их много и есть специальное сверло а снизу по периметру прикручиваю отрезки фанеры шириной 10 сантиметров также креплю все на евро винты по окончанию первого дня результат вот такой что-то наподобие стола второй день начинаю с того что надо перевернуть мою конструкцию кверх дном выставляю по центру чтобы было равномерно с утра уже сгонял в строительный магазин и прикупил 4 колеса со стопором стопор работает не только на то чтобы застопорить вращение колеса но и чтобы остановить вращение вокруг своей оси 4 колеса 4 угла все логично пока моя кушетка лежит кверх ногами воспользуюсь моментом и размечу как должна лежать верхняя часть поднимаю обратно и вот уже моя кушетка может легко передвигаться по всей мастерской ровно по центру сделал отверстие 25 на 40 сантиметров соблюдая все параллели и углы по отметкам отмерил второй кусок фанеры отпилил и уложил на место прикрутив на два самореза перевернул в обычное положение отмечаю место где находится отверстие откручиваю фанеру и выпиливаю отверстие меньше в размерах на один сантиметр с каждой стороны после чего получилось так теперь эти два слоя стягиваю между собой евро винтами с передней и задней части из обрезков фанеры прикручиваю второй слой для того чтобы крышка верхняя знала свое место и как ни крути вставала туда куда должна все торцы да и вообще все обрабатываю наждачкой с обратной стороны все евро винты вылезли на пару сантиметров с помощью болгарки отрезаю лишнее фрезером ровно параллельно по отношению к отверстию делаю пазы шириной полтора сантиметра и глубиной равной толщине одного слоя фанеры и так с обоих сторон прохожу за несколько раз дабы не закосячить ровность паза но все равно пару раз рука дрогнула и оставила вечный след на этой поверхности в эти пазы нужно вставить заранее купленные полозья из алюминия вставляю и креплю их с помощью маленьких саморезов заранее сделав для них потаи закончился второй день стол полностью готов остались сущие мелочи третий заключительный день начался с установки электрики на этот стол провод прицепляем к вилке и к розетке хоп вуаля готово шучу вот как это выглядит после установки розетка провод прибит клипсами кнопка на 16 ампер работает на разрыв фазы и земли ну и выход на вилку теперь с уверенностью могу сказать что стол готов осталось только сделать вкладыши чищу стол вложу usb как подложка и сверху кусок фанеры такой же толщины как и столешница с помощью фрезера уровня и пару струбцин вырезаю идеально ровный вкладыш для моего отверстия в этом вкладыше делаю углубление все тем же фрезером для основания моей старой пилы интерскоп в основании делаю 4 дополнительных отверстия и прикручиваю основание к той фанерке установив вкладыш в стол пропиливаю пилой пропил делаю аккуратно чтобы не дрогнула рука появилась одна проблемка так как пила старая все уже расшатана штифт который держит подошву и саму пилу разболтался и за счет этого не получается сделать ровный угол пильного диска по отношению к столу немного подумав я принял решение выточить новый штифт тем более теперь у меня есть новый токарный станок по металлу выточить решил из старого болта надо сделать на полмиллиметра шире в диаметре первый мой опыт точного вытачивания детали пробуем так как станок маленький приходится убирать по полмиллиметра максимум 20 минут работы и деталь готова влезла она туда как надо после чего люфт пропал что и требовалось доказать ну что ж друзья все закончил есть недочеты которые надо устранять в принципе общая картина уже есть сделано все сделал вот такой вот простенький толкатель с помощью него сейчас мы и проверим нашу пилу так давайте вот например вот есть кусок фанеры есть вот такой испорченный кусок фанеры сейчас мы его отрежем и проверим насколько ровно режет угол 90 градусов проверим так отрезали вот этот угол сейчас мы его будем проверять с помощью огромного угольника так проверим угол ну что все блять доволен мучился три дня еще есть мелочи которые нужно доделать относительно вкладыша который ложится он на полмиллиметра падает то есть я сделаю снизу потом на болтах регулировки снизу его будет маленько поднимать слава богу так он не ходит выпилена четко никаких движений нету градус выставил ровно мы проверили 90 что еще что еще что еще какие доработки еще ну надо сделать я не знаю как называется вот этот толкатель как он называется штуковина которая ездит по рельсам ну там разные надо сделать можно сделать длинный который выставлять ну а так в принципе все работает я доволен ничего покупать теперь не надо думал покупать придется такой стол плюс этого стало в том что я сразу же сделал напилил еще одну выпилил вкладыш такой же ровный четкий который туда подойдет сюда я ставлю фрезер тут будет у меня фрезеровочный стол сделаю так же так же сделал ну в общем все буду доделывать общая картина ясна все получилось стол на колесиках все ездит все круто все классно подписывайтесь на канал ставьте лайк если понравилось видео всем пока пока подписывайтесь на канал